Добрый день дорогие друзья, вы смотрите видео на сайте firum.com. Меня зовут Сергей Шихайлов, сегодня у нас на сравнении три девайса Google Nexus 4 и 5 поколений, а также LG G2. Сразу же объясним почему именно такая комбинация гаджетов. Дело в том, что многие выбирают между Google Nexus 5 и LG G2, пытаясь выявить их недостатки и преимущества друг перед другом. В то же время есть люди, испытывающие муки выбора между той же пятеркой и Nexus 4. В этом видео мы постараемся удовлетворить любознательность и тех и других. Итак, начнем наше сравнение с комплектов поставки девайсов. Как бы странно это не звучало, но в данном случае сравнивать особо нечего. Ведь содержимое поставочных коробок полностью идентичны для всех устройств. В комплектацию каждого включены документация, шпилька для изъятия лотка под микросим-карты, адаптер питания, а также USB-MicroUSB кабель. Разнятся лишь два момента. Первый. Цвет и структура коробок, что совсем не важно как по мне, а также сила тока адаптера питания, что уже более примечательно. В комплекте обоих Nexus'ов поставляется зарядник на 1.2 А, тогда как G2 укомплектован вилкой на 1.8. Особо нахваливать или хаять кого-либо из участников нашего сравнения мы не будем. Ведь чуть более мощный зарядник G2 является не просто приятным стечением обстоятельств. Он действительно нужен этому девайсу, ведь объем его АКБ ощутимо больше, нежели у других участников сравнения. 3000 мАч против 2300 в Nexus 5 и 2100 в Nexus 4. Раз уж мы завели разговоры о батарейках, то хотелось бы отметить, что самым живучим из этой тройки оказался LG G2. При средних нагрузках девайс спокойно способен проработать примерно полтора-два дня. В то время как Nexus 5 при сходственных нагрузках способен протянуть чуть менее суток. Nexus 4 примерно столько же, сколько и пятерка. Бенчмарк автономности Antutu тестер показал следующие результаты. Возможно, они не открывают всей сложившейся картины, но зато наглядно демонстрируют, кто здесь самый живучий при максимальных нагрузках. Переходим к внешности устройств. Самым привлекательным внешним устройством лично мне кажется Nexus 4, особенно в черном цвете, хотя беленькие, которые у нас на тесте, тоже весьма неплох. Поблескивающие частицы, расположенные под стеклом его задника, придают солидности и дороговизны внешнему виду девайса. Наименее симпатичный гаджет с моей точки зрения Nexus 5. Больше всего его внешнюю привлекательность портит выступающий модуль камеры. Он имеет просто гигантские размеры и никак не сочетается с минималистичным дизайном устройства. LG G2 в этой битве стилей занимает промежуточное место. С одной стороны, ребристый глянец его тыла выглядит очень интересно, особенно на фоне матового задника Nexus 5. С другой, гаджет не кажется столь же соблазнительным внешне, как Nexus 4. Лицевая сторона каждого из девайсов предельно сдержана. Один лишь только G2 своим зеркальным логотипом громко заявляет о том, что принадлежит к смартфонам компании LG. Теперь посмотрим на все эти стекла и глянцевые задники под другим углом, с точки зрения практичности. Смоделируем ситуацию. Доставая свой гаджет из куртки или пиджака, вы обронили его спиной вниз. Что же случится с G2? Нескольких царапин ему не избежать. Сколы тоже весьма вероятны. Как после такого будет выглядеть задник Nexus 4? Ну возможно вам повезет. И с ним в принципе ничего не случится. Но давайте спустимся с небес на землю. Трещины на этой стекляшке появятся с большущей долей вероятности. В то же время soft-тач пластик Nexus 5 в худшем случае отделается несколькими царапинами. Отметим, что благодаря soft-тач покрытию пятерка демонстрирует наилучшие показатели ухватистости. Она не выскальзывает даже из влажных рук. Что правда и без ложки дегтя не обошлось. Этот самый soft-тач очень быстро залапывается. В плане эргономичности интереснее всех четвертый гуглофон. Он меньше всех. Использовать его одной рукой сущие удовольствия. Четверка уже и ниже остальных испытуемых. А пятерка легче и тоньше. Теперь поговорим о кнопках и других элементах корпусов. Наибольшую экзотику является собой LG G2. А именно необычно выглядит решение расположения кнопок питания и громкости на его тыльной стороне. Поначалу кажется, что это бредовая идея. Спустя неделю активной эксплуатации понимаешь, что именно там им и место. Ведь во время телефонных разговоров указательный палец пользователя ложится прямо в эту область. А значит и регулировать громкость вашей телефонной беседы будет предельно удобно. Если же вы таки не сможете свыкнуться с тем, что она проживает не на самом привычном месте, вам на помощь придет функция тук-тук, которая позволяет не только пробуждать устройство, но и блокировать его экран. Оба Nexus в этом плане как-то опечаливают. Порадовать или просто удивить они явно не могут. Клавиши имеют привычную форму и расположены привычным образом. Единственное, о чем грешно не упомянуть, чрезмерная геометрическая правильность керамических кнопок Nexus 5. Грани кнопок нашего экземпляра избыточно остры. Суицидники точно порежутся, а люди поаккуратнее наверняка ощутят некий дискомфорт. А теперь светодиоды. Для начала покажем, что нам в этом плане демонстрирует смартфон линейки Nexus. Оба устройства в своем распоряжении имеют по одному индикатору, которые обладают белой подсветкой. Как в четверке, так и в пятерке светодиод расположен внизу фронтальной панели и не отличается особой назойливостью. Он мигает не очень часто и к тому же краткими промежутками свечения. В суете рабочего дня мерцание этого крохотного маяка можно и не заметить. В противовес стандартам дня сегодняшнего G2 оснащен сразу двумя светодиодами на фронтальной и тыльной сторонах. Сзади подсветка нужна для информирования пользователя о входящем звонке, когда устройство лежит дисплеем вниз, а его звук выключен. Светодиод фронтальной стороны имеет цветную подсветку и на удивление оказался весьма настраиваемым. К примеру, для любого из контактов можно настроить цвет свечения индикатора в соответствии с собственными предпочтениями. Теперь поговорим о наверняка самой важной составляющей современного смартфона – о дисплее. Наименьшей диагональю экрана обладает Nexus 4 – 4,7 дюйма, а наибольшей – LG G2 – 5,2. Пятый Nexus посредине, у него 4,95. Разрешение экранов G2 и пятерки – Full HD, тогда как у прошлогоднего смартфона от Google – HD-шное, что уже не кажется фантастикой, как для конца 2013 года. Наибольшая плотность пикселей у LG Google Nexus 5 – 445 ppi. Тем не менее, экраны двух остальных соревнующихся также не вызывают нареканий. Придраться к четкости отображаемой картинки невозможно, особенно это касается дисплея G2, показатель плотности пикселей на дюйм которого меньше всего на 22 единицы. Углы обзора и чувствительность сенсоров претензий не вызывают, а вот цветопередача у всех девайсов своя. Наиболее естественной мне она показалась Nexus 5, за что ему честь и хвала. Насчет камер девайсов хотелось бы сказать следующее. Бесспорный лидер в качестве получаемого фото и видео контента G2. Особенно радуют фотографии, сделанные на ручном фокусе. Вслед за ним идет Nexus 5. Результаты работы фотомодуля чуть похуже тех, что мы видим в G2, но все же возрастание качества контента по сравнению с предыдущим поколением видно невооруженным глазом. После обновления 5 гуглофона до Android 4.4.2 качество получаемых фото и видео ощутимо возрастает и становится аналогичным тому, что мы видим в LG G2, а в некоторых случаях даже превосходит его. Полноразмерные примеры фото и видеосъемки сделанных на камеру этих устройств доступны по ссылкам в описании. Аппаратная платформа Google Nexus 4 представлена четырехъядерным процессором Qualcomm Snapdragon S4 Pro с рабочей частотой 1,5 ГГц, OZU 2 ГБ, PZU 8 или 16, видеоускоритель Adreno 320. Откровенно говоря, не лучшее железо, как для дня сегодняшнего. Главный его недостаток – неполный перечень эффектов в современных играх. Тем не менее, его более чем достаточно для исполнения повседневных задач. Железо LG G2 и Nexus 5 полностью идентичны. Процессор Qualcomm Snapdragon 800 с рабочей частотой 2,26 ГГц, OZU 2 ГБ, PZU 16 или 32. За обработку видео отвечает Adreno 330. Расширить память девайсов с помощью подключаемых карт нельзя. Это касается всех сегодняшних соревнующихся. Большинство синтетических тестов превозносят G2 над Nexus, отдавая ему лидирующие позиции в топ-чартах. Если с четвертым гуглофоном все понятно, железо не самый свежак, то почему синтетика столь несправедлива к пятерке? Все очень просто. Хитрые гугловцы не понижали максимальное значение частоты процессора, но программно снизили порог максимальной температуры ЦП, при достижении которого частота понижается автоматически. Во время прохождения синтетических тестов естественно нагрузка на камень велика, поэтому и греется смартфон прилично, вследствие чего устройство начинает тормозиться программно и демонстрировать не самые максимальные показатели своего быстродействия. Операционная система. Вот мы и подобрались к ней. Все устройства работают на базе Google Android OS. Вопрос обновлений. Здесь гуглофоны оставляют LG G2 далеко позади себя. Первенца в обновлении ОС зашита в их коде ДНК. Хотите красивенький и жизнерадостный UI? Берите G2, но регулярных и частых облом не ждите. Вы приверженец минимализма и желаете всегда иметь свежую версию системы? Обратите внимание на любой из девайсов от Google. В плане функционала все интерфейсы примерно равны, поэтому обозревать фишки каждого устройства мы не будем. Единственное, что стоит добавить, в G2 их однозначно больше, но в повседневной жизни они применяются крайне редко. Под конец отметим еще пару мелочей. Мелочь номер один. Оба Nexus обладают катушкой беспроводной зарядки и способны спокойно заряжаться от любого зарядника стандарта QI. G2 такой приятной мелочи лишен. Вторая мелочь. Флешки через ATG Nexus 5 по умолчанию кушает, но с оговорками. К примеру на этом носителе у нас есть PDF документ, два фильма и еще некоторые файлы. Nexus из коробки видит исключительно PDF. И все. В то же время G2, самый близкий родственник устройства, без рут прав отлично распознает все содержимое внешней памяти. Вывод. Права суперпользователя в помощь. С мышками и клавиатурами все более чем радужно. Для этого танцев с бубном не нужно. Все работает вполне корректно. Nexus 4 в этом плане отстает от своих корейских друзей. Ни с флешками, ни с мышками он не дружит. По крайней мере из коробки. Поддержку OTG можно организовать при помощи твика, неправильная установка которого приведет к кирпичиванию девайса. Какие выводы по каждому из устройств можно сделать из вышесказанного? Nexus 4 всегда свежий андроид в привлекательном корпусе и с аппетитным ценником в районе 350$ США в Украине. Слабые места. Посредственная камера и отсутствие поддержки OTG из коробки. И если последним можно пренебречь, то камера как по мне весьма востребованный параметр современного смартфона. Nexus 5. Отличное соотношение цены и функционала. Сильные стороны, качественный дисплей, отличное быстродействие, а также плавность отрисовки интерфейса. Не стоит забывать и о первости обновления ОС. Без слабинок естественно не обошлось. К ним отнесем марки и корпус, а также не самую выдающуюся как для конца 2013 года автономность. Цена на устройство составляет 540$ США. LG G2. Мощный смартфон с оригинальной внешностью, отличной камерой, а также дружелюбным интерфейсом. К минусам отнесем марки и корпус, а также несерьезные отношения производителя к обновлению данного девайса. Особенно ярко это выражено на фоне Nexus устройств. Ценник на аппарат – 600 американских президентов. Редакция Ferrum.com выражает огромную благодарность интернет-магазину Manzana.ua за предоставленные на тестирование устройства. Вы смотрели сравнительный видеообзор LG G2 и двух гуглафонов 4-го и 5-го поколений на сайте Ferrum.com. Надеемся, видео было для вас интересным и полезным. Ждем ваших пальцев вверх, подписок на канал, а также в гости на нашем сайте и в группах социальных сетей. Всем спасибо за просмотр. Пока! Волота на языке – это очень классно. Теперь поговорим о кнопках и других элементах. «Сильные стороны, качественный дисплей, отличная отличность…» «Сильные стороны…» «Рука – лицо…» «Отличное, отличное…» «Мы пишем до сих пор?» «Сильные стороны…» «Сильные стороны…» «Сильные стороны…» «Я тебе дам…» «Я воздержусь…» «Где десятки», – ja...» «Охlyn»